Кольцо на пересечении улицы Заводской, Диагональной и Южного шоссе. Сегодня тут представители коммунального предприятия «Зеленстрой» ведут борьбу с амброзией. Подобные работы проходят по всему городу. На сегодняшний день выкошено почти 800 гектаров травы, что на 100 гектаров больше, чем в прошлом году. Теперь специалисты приступили ко второму этапу – химической обработки. На сегодняшний день у этого препарата есть все документы, которые подтверждают, что он не вреден. Это запорожский препарат, его изобрели наши запорожские изобретатели, химики, лаборанты. Поэтому мы как флагманы этого направления по борьбе с химическим методом по амброзии, мы передовики этого направления. У нас берут опыт в других областях, городах, в других городах уже тоже есть такое направление. Они только начинают стартовать, но мы уже идем немножко впереди этого. По словам специалистов, вещество безвредно для окружающей среды. Оно действует только на амброзию, не причиняя вреда другим травам. Уже спустя несколько минут карантинное растение гибнет. Вот я вижу куст амброзии и наношу на него, распыляю раствором вербицидом. Таким образом, с карантинными растениями борются третий год. Уже есть результаты. Сегодня медики однозначно говорят, что количество обращений по случаям заболевания астмы от амброзии у нас значительно снизилось. Порядка 10-12%. Это большое количество людей, которым стало легче. Тем не менее, для закрепления результата необходимо осуществить третий этап – фитоциноз. Другими словами, высадка бобовых растений. Они будут угнетать рост амброзии. Здесь нужно приобретение хорошей современной техники. Вопрос серьезный. Мы будем обращаться еще раз к депутатам. На это нужно выделить достаточно большую приличную сумму денег. Там, по-моему, около миллион двести или миллион триста стоит эта установка. Но она в значительной степени нам поможет засеивать газоны уже современными методами. Евгения Маловик, Игорь Бахиркин, ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...